Он долго терпел, долго все стихом перебивался, все песнями отманивался, вот дед. А к Наташе приезжий кавалер Дантесса подскакивал. Он такой тонкий, как ящерца. И вот, который знаком он Пушкину наговаривает. Саня, ты чего в бумагах усидишь, а? Ты чего ничего не видишь? А вот, не надо, вы не понимаете ничего. А сам знаешь, гурюет стиха. Куда бежу? В Тесенград, Петро. Негде спрятаться от клеветы. Жена меня в беду положила. Обещание свое ворзо позабыла. Натальюшка, миленькая моя, что ты надо мною сделала? А который ему приверженную, он не плачет. Саня, не жалей ты жену-то. Женей так с умом. Без такого песеного наблюдателя нельзя стоять царству. Не роняй своего чину. И вот я номина смотрелась в книгах-то. Царь кавалер-то подослал. Кавалер, он был на жаловании, что он царю на ложе чужих жен и дочерей добывал. Царь-то хоть бравый, вот так вот, как сунул пол, он как палка прям. А плоть его облинилась. Ему все ново надо. Вот царь, царь, а что придумывал, а? Он Пушкина жёночку на гулянках прелюбовал. И самому ей доступать неприлично он приезжего кавалера нанял. Ему отдел вот так вот тысячу посулил. И вот чуть-чуть Дантес через порог царь навстречу выжжет. Наташ, ты видел ли? Давно ли выделил ли? В гости сулилась ли? Но и Пушкин, знав свою очередь, он не хочет навыкнуть срам терпеть, а некуда на царя просить. Ему же некуда убежать. А чины и вельможи, они видят, что Пушкину от царя управа не будет. И вот они начали смаху шёлкать. Ох, ты велик ли зверь-то, Пушкин? Шо ты шире себе больно? На твоё-то место хочет много будет стихи-то писать. Да кому нужны эти тквары-то летучи? А Пушкин их зачнёт, пина тихло встать. И царь тоже забоялся. И этот первый Николай, он терпеть не может людей, которые выше его учёбы. Ой, а кавалер он был по бродяга всемирно известным. Всю жизнь пистолетами промышлял. И вот Пушкин укладывает. Вельдантест укладывает с царем. Жёлку мы у него урвали. Теперь надо самого убить. А не убить, так от его быть убитым. Кто у меня его всмутьяна первым хлопнет, и первым генералом будет. И вот началось. Началось. Пушкин решил сказать при всём честном народе. «Мне с тобой говорить не с кем. Бесчестно мне об тебе рук марать. Да уж негде деться. А ну, выходи на прямую бой». И вот тут была беда. Месяца января, в двадцать девятый день, белые снеги кровью знаменуются. Не в городе, не в поле, в пустье месте Четыре человека приходили, Четыре ружья приносили. И учинился бы им с огнём по обе стороны. И вот где Пушкин, всё огнём удел. А где дан тест, тут как дым. И вот царские палаты затряслися. Царь с вельможами по явам сидя, Выглянуть не смеет. А кавалегар был стрелять с гора. Пустил пулю не в очередь И отшип звезду от месяца. Убив солубня в саду. И вот упал наш Александрушка. Вот так вот за ёлочку, за ёлочку ухватился. Ты рости, рости, ёлочка, без верь. Ты живи, живи, рассеюши, без меня. Ударила Пушкина пуля прямо в порт сердца, А прошла мяш крыл. И вот он пал на белые снеги. Честным лицом об сырую землю. Пал на место. Я говорю, который стоял выше всех, А склонился ниже всех. Кровь-то уна рекой протекла кругом град. Не мог ли семь дён из реки воду пить? Да, а он, он выкушил горькую смертную чашу И зачал с белым светом расставаться. Ты прости, красное солнце. Ты прости, мать и земля, и всё на тебе живущее. Я в мире себе положен был. Как знамя на стрелянии. И вот летели в меня стрелы от всех сторон. Мне в миру было место ни по чьим. И я неволей испил горькую смертную чашу. И жене сказал. И я устал. Я рад спокоит. В час покоя моего не плачет. И вот тут Давыдова писала бы и тут за луны в мою пельню. Пушкин глаза снежил, а город разбудился. Пушкин умолк, а в городе громко стало. Пушкин в соборе лежит застрелят. И вот к царю пристала летят. Народу, думаю, а уж нету. А я все у Пушкина. А у Пушкина лицо светло и весело. Вокруг народное множество, от мало до великого. Все плачут, да с притчастью. Звезда восточно на запад ушла. Жизнь пробежала, как речна быстрина. И молодость прошла, непомилована. И жита пожата, недозрелая. И горе ходило повсюду со мной. Не мог ты от горя уехать. Во гробе с воли усилитесь. Сырой землей укрыйтесь. Правда, пение не слышно. Во многом-то плачет. А царь в окно в эти дни смотрит. Это почему все черно оденали, как вороны. А его движают. Вдовственные дни. И вот знаешь, где в Пушкина стреляли, вот теперь и там пусту, место безугодно. А там ничего не растет. Только ветер свистит. Как Пушкин поминала. Буду сказывать, а вы все забудете. Да нет, я лучше в книжку свою успешу. Егово письмо, как веш на рудах. Его стихам нет конца. Как говорят, сотворена река, и луна так течет, течет, течет. Вот так и Пушкин. Землю он посетил. Новые. И вот все, что на свете есть, все у него понес. Пушкин с ласковым словом приходит. Он как летний ветер, да? Хоть и бухот, а теплый. Ну вот. Сын дню, а дитя свет. А вот Пушкин малыми днями в великое море перешел. Ему уж не будет перемен. Ах, закаталось солнышко за темные леса, Пузныла туча черная, укрыла небеса. И приумели пташечки, не слышно голоса. Ах, закаталось солнышко за темные леса. Вот и все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Если жизнь тебя обманет, Не печалься и не сердись. Где юным ли смирись, Тем весельем ведь настанет? Сердце будущем живет настоящим мылом. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мир. АПЛОДИСМЕНТЫ И, дорогие друзья, сейчас время 16.06. Если у вас есть, потому что вы думали, что у нас будет показан фильм, и как бы мы рассчитывали, время было рассчитано, таким образом, мне убедительная просьба. Можно ли сейчас поговорить с Ниной Александровной, поговорить с Никой Александровной на следующем спектакле, чтобы вы не расходили, чтобы вы использовали эту возможность пообщаться с такими великими, талантливыми, необыкновенными женщинами, творцами, творцами. Никой Александрович, можно в царе стульчиковое постами вы здесь пообщаетесь с нашими. Хотите общаться? Конечно. Хотим. Хотим, хотим. Вот я хочу, чтобы вы с Катериной пообщались, с которой я с Граммой всех сделала, чтобы вы ее посмотрели, ну ладно. А ты, конечно, пообщаешь.